Добрый день, уважаемые жители Республики Саха, Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. В Якутии за сутки выявлено 58 новых случаев коронавирусной инфекции. Из 58 новых случаев коронавирусной инфекции, 43 выявлено в городе Якутске. Тенденция по якутскому, в принципе, продолжается. Из них 5 находятся в Сунтарском улусе. Выявленных случаев по 3 случая выявлено в Намском и Мирненском районах. Два в Нюрненгринском, по одному в Ленском и Хангаласских районах. Я хочу обратить внимание на ситуации, которые складываются у нас в сельскохозяйственных районах. Они до сих пор продолжают уже складываться на определенном роде соединения заболеваний, вирусов, которые привозят приезжие, и, соответственно, острыми респираторными заболеваниями, которые появились у нас в районах в том числе. Хочу обратить внимание на необходимость в обязательном порядке усиления соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в Сунтарском улусе и на ситуацию в Алёкминском районе, где непосредственно на настоящий момент, к сожалению, вирус уходит в поселение из Алёкминска. И, соответственно, там достаточно важно принимать решения, направленные на то, чтобы вирус не получал свое распространение на другие поселения. Также особое внимание я бы, как всегда, хотела обратить внимание на Арктику, на Верхоянский улус. Мы говорили о том, что там вчера за прошедшие сутки было зарегистрировано большое количество у нас заболеваний. И, соответственно, еще раз главой республики Сахай-Якутия поставлена задача усилить там работу, в том числе по санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам их соблюдения. Уважаемые жители республики Сахай-Якутия, вчера глава республики подписал указ, по которому режим второго этапа продлен на территории республики, соответственно, у нас еще практически до середины августа. Чем это было вызвано? Он вчера объяснял, и я бы хотела еще раз обратить на это внимание. К сожалению, коэффициент распространения не позволяет нам по нормативам перейти на другой этап. Однако мы понимаем, что жизнь продолжается, и поэтому в режиме второго этапа приняли решение, и глава республики на основании предложений главного санитарного врача республики подписал ряд норм, которые, возможно, и своего рода послаблений, которые при правильном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм не должны нам дать повышение случаев коронавирусной инфекции. Это прежде всего такая ситуация, как открытие наших, значит, непосредственно общепита для общего пользования. При этом, значит, непосредственно определены следующие градации, которые в обязательном порядке должны соблюдаться. Открытие и работа допускается, значит, наших точек общепита только при 50-процентной загрузке самого зала. Расстояние между столами для того, чтобы не допускать распространения инфекции, не менее двух метров. И, соответственно, сегодня я говорю это для всех, общепит у нас закрыт для проведения коллективных мероприятий. Безусловно, мы надеемся, что именно соблюдение вот этих требований даст нам возможность непосредственно, значит, в общем-то, при возвращении в нормальную жизнь не дать повышение, значит, заболевания как такового в целом. И, соответственно, значит, даст определенные правила поведения и культуру, новые правила поведения в том числе и в общепите как таково. Кроме того, я хочу обратить внимание, что вчера было принято решение о возвращении работы наших, значит, учреждений торговли алкогольной продукцией в старый режим до 20.00. И еще я хочу сегодня акцентировать внимание, да, конечно же, все ждали открытия кинотеатров. И многие кинотеатры наши готовятся. Хорошо, что эта подготовка идет. К сожалению, санитарно-эпидемиологическая ситуация этого не позволяет. Поэтому будем надеяться, что новинки кино мы сможем посмотреть в августе. Спасибо. 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 Продолжение следует...